В минувшие выходные опять было неспокойно. Родственницы российских мобилизованных в очередной раз вышли с требованием вернуть их мужей и сыновей с фронта. Если на предыдущих митингах силовики никого не задерживали, в этот раз в автозаках оказалось, по данным российских СМИ, 27 человек. Кого и за что арестовали? И появилась ли официальная реакция кремлевских властей? Жены российских мобилизованных в очередной раз вышли на Красную площадь. Просили быть услышанными Кремлем. Нет никаких сроков, когда они вернутся. Им тяжело, нам тяжело. У нас дети, мы тоже хотим жить. После начала объявленной Путиным мобилизации прошло 500 дней, а их мужчины по-прежнему на фронте в Украине. Многие участницы акции не против войны, а не требуют провести ротацию. У меня есть единственная цель, это вернуть моего мужа. Пусть там они пишут, что хотят про меня, пусть они говорят, что хотят про меня, мне вообще без разницы. Я не обращаю внимания, мне даже смешно. Вот эти личные оскорбления с их стороны, мне просто смешно. Но я считаю, это глупые люди. В этот раз протест был многочисленным. К стенам Кремля пришли не только родственницы российских оккупантов, но и те, чьих близких мобилизация не коснулась. Они откликнулись на призыв участниц движения «Путь домой». У нас нет запасных мужчин, поэтому пока не вернут. В прошедшие выходные жены и матери российских мобилизованных были особенно эмоциональны. Мы хотим живыми мужей вернуть. Нам не нужно, никакие выплаты нам не нужны после этого. Подачки, ни подарки, ни деньги. Я для себя решила, мне потом что делать? Либо в монастырь уходить, либо за мужем следом уходить. Потому что я не хочу потом жить одна. Я не хочу. И если они этого не понимают, блин, я не знаю, бог им, судья, им все потом вернется в двойном размере. За происходящим пристально наблюдали силовики. За нами уже вот еще наблюдают в черненьком, да, по борьбе с экстремизмом. Мы прям самые главные экстремисты. Поэтому все за нами наблюдают. Спустя несколько часов ситуация обострилась и начались задержания. Нахождение и проведение акции запрещено. Возложение цветов. То есть мы не можем возложить цветы крещеного огня в память о павших в зоне СВО. Вы слышали, о чем я сказал? В автозаках оказались 27 человек. Преимущественно работники СМИ, освещавшие акцию. А о причинах ареста не сообщалось. По информации российских СМИ, наручники надели на всех, кто снимал возложение цветов у вечного огня. Абсолютно беспредел. То есть получается, может прийти друг, предположим, мобилизованного, да, и его арестуют за то, что он возложил цветы. Вот такой вот у нас режим. Позднее жены мобилизованных решили пойти в избирательных штаб российского диктатора Владимира Путина. Все, что касается личного приема, он будет обеспечен в полном объеме, так как положено. Наш президент боится пресса? Кандидат, президент не боится пресса. А почему это за проблема? Чтобы обратиться к нему с требованием вернуть мужчин с фронта. Две недели назад уже сюда приходили. Был ли какой-то ответ? Нет, ответа пока не было. Подобные акции протеста участились в России в конце осени прошлого года. Тогда же заявили о себе участницы движения «Путь домой». Традиционно в Москве они выходят с одиночными пикетами к Министерству обороны или на Красную площадь, требуя отмены указа о мобилизации. Аналогичные мероприятия проходят также в ряде других регионов страны. Война должна закончиться, и люди должны жить мирными, мирными соседями, заниматься своими делами, мирным трудом. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова